У нас с вами интересные вещи происходят в нашей стране, происходят во всем мире, вокруг нас. Не знаю, замечаете вы или нет, у нас вообще очень много таких, ну, сказать это, интересных вещей, ничего не сказать, странностей происходят вообще вокруг. То война вокруг газопровода выставляют это как конфликт между странами, на Горный Карабах. То сейчас там Эрдоган пытается какие-то имперские амбиции свои осуществить, хочет, чтобы восстановилась Османская империя. Теперь видите, у нас подписали договора с Арабскими Эмиратами. Теперь можно летать в Дубай. Полетим, конечно, куда денешься. Подписали договор с Бахрейном, через него летать теперь можно. Саудовская Аравия на очереди суда. Короче, страны, которые раньше даже не признавали существование государства Израиля. То есть, например, вы не могли раньше прилететь в Дубай или в Саудовскую Аравию со своим израильским паспортом. Вас бы спросили, вы откуда, что за страна такая. Они официально на конституционном уровне не признают, не признавали. А теперь, видите, у нас будет обмен посольствами. Теперь у нас будет посольство Арабских Эмиратов, у них будет посольство Израиля. И оказывается, там живут очень прогрессивные и очень такие целенаправленно на мир настроенные люди. Поэтому, слава Богу, мир движется. Скоро мы сможем проповедовать Евангелие и в Бахрейне тоже. Там-то у них христианство запрещено, но нам-то никто не запрещал туда приезжать. Поэтому мы можем приехать и проповедовать Евангелие. И сегодня я хотел говорить о том, что мы должны учиться с вами каждый день, и это процесс непрерывный, мы, наверное, всю жизнь должны учиться, как и ученики Иисуса Христа, учиться ходить с Богом. Потому что, знаете, мы иногда теряем. Знаете, дети иногда теряются и их ищут. Все ищут детей. А дети не ищут тех, кто их ищет. Дети ищут своих родителей. Дети ищут папу, маму. И когда им предлагают иногда помощь, они плачут, отказываются, молчат, выкручиваются. Потому что они не понимают, что можно получить помощь в поиске. Но мы-то с вами люди взрослые. И если мы где-то понимаем, что мы от чего-то отошли, и где-то мы не ходим с Богом, мы можем всегда вернуться на то место, где мы его потеряли. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна. Шестую главу. Шестидесятого стиха. Прочитаем. Это интересное место. Иисус проповедовал в Капернауме. То самое место, в котором он совершил большую часть своих чудес. И вы знаете, что Капернаум назван городом Иисуса Христа. Были все здесь в Капернауме, здесь присутствующих? Все были, да? В Иннокентии не был в Капернауме. Значит, мы поедем обязательно в Капернауме. Это тут недалеко, 200 километров всего на все. Поедем в Капернаум. Он там произнес свою знаменитую фразу. «Нет пророка в своем городе». Да? «Эннавиба иро». Да. И в этом городе он совершил большую часть своих чудес. В этом городе он совершил первое свое чудо, после которого началась массовая евангелизация, где первым евангелистом была женщина. Это было исцеление тещи Петра. Он ее исцелил и пошел в синагогу проповедовать. Пока он там проповедовал, она весь город собрала у дома. И когда он вернулся исцелять, там уже полгорода стояло. То есть она не пошла в синагогу, она пошла рассказывать всему народу, приходите к нам лечиться. У нас Иисус сегодня. И вот в этом городе он приходит и проповедует знаменитую свою проповедь о том, что он есть дух, и этот дух животворящий, и можно обрести жизнь вечную только если есть плоть его и пить кровь его. Представляете, приходит еврей, и евреям говорит, кушайте плоть мою и пейте кровь мою. И многие написаны вот тут вот так вот, 60 стих, это прямо отрывок такой написан. Многие из учеников, его слышав то, говорили. Какие странные слова. Кто может это слышать? Это его ученики говорили. Это не то, что там люди пришли, просто услышали какого-то странного проповедника, который такие вещи рассказал. Это ученики его говорят. Что за странные слова? Кто может слышать такое? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им. Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите сына человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод же не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас, которые некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. И обратите внимание на следующий стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал в 12, но хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. В оригинале написано, что ты Христос, Святой Божий. Интересно, да? Этот эпизод произошел именно в Капернауме, где Иисус призвал своих первых 12. Почти всех Он призвал именно в Капернауме. В этом городе Он совершил большую часть своих чудес. И вот Он им говорит странные слова. Вы знаете, что интересно? Я сегодня полез изучать тему, что же такое есть плоть и пить кровь. И вы знаете, что я выяснил? Что все богословы, как один, ну, из тех, по крайней мере, из той библиотеки, которая у меня дома есть, рассуждают очень здраво на тему есть плоть, но все абсолютно и гонорируют тему пить кровь. Никто толком не разъясняет. И многие говорят, что это может быть связано с хлебопреломлением, с Евхаристией, то есть с рапезой Господней, что это был как бы прообраз. Но собрав воедино все, что написано по этому поводу, по поводу этого отрывка, я сделал такой вывод для себя, что на самом деле Иисус уже, это знаете, это конец его служения уже практически, ну, не первые дни будем так говорить, скоро вот-вот что-то должно уже произойти. И он уже начинает говорить наиболее высоком уровне со своими учениками. Обратите внимание, что говорил он это ученикам, и ученики от него отошли. Он уже говорит о более высоких материях, не просто там о том, как посеять семя, как там птиц отгонять, камни выбрасывать и так далее. Он уже говорит на более высокие темы. Здесь есть отсылка ко многим местам Писания. Например, что касается хлеба. Хлеб, как, например, в учебной Библии Короля Якова написано, что хлеб имеет отношение к самому старому еврейскому обычаю. То есть, даже в храме нужно было приносить хлеб перед Богом. И это было частью искупления народа от греха. И нужно было вкушать этого хлеба тоже. И, возможно, это берет корни оттуда. Но на самом деле, если мы с вами пойдем немножко дальше, ну, то есть, в те новозаветные времена, которые нам известны, Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих, можете открыть, можете мне поверить, там написано, после того, как он постился, Иисус, в пустыне, помните, да, этот эпизод, когда он постился в пустыне, и дьявол пришел его искушать и говорит, «Если ты сын Божий, сделай так, чтобы камни эти стали хлебом». А там же написано, что он на сороковой день захотел есть, причем не просто захотел есть, а очень сильно проголодался. А? Да. И Иисус ему говорит, сказано так же, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И большинство богословов склоняются к тому, что когда он говорил, что «Ешьте плоть мою», поскольку он есть слово, а мы читаем им на Евангелие от Иоанна, которое начинается со слов «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», то он предлагал ему вкушать себя как истину. И говорил это вполне в понятном понимании. Когда человек вкушает истину, помните, было еще такое местописание, сейчас пришло в голову, где, по-моему, это у Иеремии, или у Иезекииля, когда Бог дает книгу и говорит, «На, съешь ее целиком». Не в смысле, что он должен был сейчас съесть свиток, а в смысле, что он должен был его вместить полностью в себя, без остатка, таким, какой он есть. И дальше он уже бы уложился у него в организме. И, скорее всего, Иисус здесь говорил, намекал на то, что он есть слово. Ну, что же такое тогда пить кровь на самом деле? А кровь – это отсылка к другому ветхозаветному эпизоду, эпизоду с Днем Искупления, съемки Пуром, когда нужно было взять кровь жертвенного животного и не просто излить ее на жертвенник, а внести в святая святых и окропить там крышку Ковчега Завета. И именно эта кровь должна была искупить человека, ну, все общество Господне от грехов. И в это нужно было свято верить. Подтверждение того мы находим в послании к евреям, где написано, что всякий, кто приходит к Богу, должен верить в то, что Он есть и ищущим Его воздают. Помните? 11 глава. Так вот, скорее всего, Иисус, когда уже говорил со своими учениками именно о спасении, о том, что вот-вот должно произойти что-то, что поменяет их жизнь раз и навсегда, Он имел в виду именно это, что Его слова, то есть Его самого нужно принять в сердце, потому что Он должен был оказаться... Помните, с чего начинаете? Можете меня проверить. 6 глава начинается с того, что Он проповедует и начинается слов. Сказано, что никто не будет больше учить брат брата. Чему учить? Он берет это из Еремии, где написано, и никто не будет больше учить брат брата, познай Господа, ибо каждый будет знать меня, потому что напишу законы их на крижалях сердца, и буду им отцом, они станут мне народом. Буду им Богом, они будут мне народом. И то, что нужно поверить в то, что кровь его искупляет грехи. О крови Он говорил именно то, что мы должны будем ее... Ну, как бы, не то, что пить физически, мы не можем физически пить кровь, но Он говорил, возьмите это и напейтесь этим. То есть, будьте уверены, не просто не поверьте то, что вы спасены, а знайте то, что вы спасены. Знайте. И это, скорее всего, то, что имел в виду Иисус. Мы не можем сейчас говорить об этом, потому что мы там не были, мы не знаем, что Иисус имел в виду, и нет толкования этой притчи о том, что Он говорил, ешьте плоть мою и пейте кровь мою. Мы знаем только, что в конце, когда Он утвердил, будем так говорить, хлебопреломление, Он сказал, ешьте сияясть плоть моя за вас ломимая и пейте вино сияясть кровь нового завета за вас проливаемая. То есть, тогда было все понятно, но до этого мы не можем точно сказать, что Он имел в виду, но все богословы склоняются именно к этому. То есть, на самом деле, обратите внимание, что здесь произошло в этом эпизоде. Давайте вернемся к 60 главе, 60 стиха. Он им говорит, если вы вот эти слова, не понимаете, а он еще раз напоминает, он говорил с учениками, он говорил это ученикам. То есть, они с ним уже три года ходят. Ну, три, два там, неважно, то сколько. И он говорит, если вы этого не понимаете, что же будет, если вы увидите, когда я буду возноситься на небо? Что вы скажете при этом? Вы знаете, есть такой анекдот, когда приходит семья в зоопарк, это называется, нельзя говорить слово анекдот, на пробку где-то, неканоническая притча. Приходит семья в зоопарк, папа, мама, дети, и первое животное, которое находится при входе в зоопарк, жираф. Папа вот так вот становится перед жирафом, вот так вот, и смотрит на него. Просто не отрываясь, смотрит на жирафа. Жираф стоит себе там, пережевывает какую-то пищу. Мама с детьми уже прошла по всему зоопарку, возвращаются обратно к выходу, папа все стоит. Они спрашивают, ну пошли уже домой, что ты смотришь на него, ты уже полчаса здесь стоишь, смотришь на этого жирафа, он смотрит на него и говорит, этого не может быть, таких животных не бывает. То есть, понимаете, что когда мы видим какие-то очевидные вещи, мы иногда не отказываемся это принимать, мы отказываемся это понимать. и Иисус, скорее всего, говорил им, вот что, если я вам это говорю, и вы вас соблазняетесь, что же будет, когда я вознесусь наверх, откуда пришел? Они же ведь такого никогда не видели, точно так же, как они никогда не видели человека, жующего плоть и пьющего кровь. Ну только, может быть, в Египте, там у них было принято как каннибализм, жертвоприношения. ему было непонятно. И вот здесь, смотрите, что происходит. Когда он это им сказал, он делает оговорку очень интересную, что никто, к нему же пришли, вот 12 он избрал, он об этом говорит, да? 12 он избрал, с этого начинается седьмая глава, по-моему, или заканчивается шестая, я уже не помню. По-моему, седьмая начинается. И остальные-то к нему пришли, присоединились, ходили за ним, потому что он их кормил, он их поил, он являл им чудеса, знамения. Помните, да? Он их не призывал, но он их учил и отправлял по городам и весям, куда прежде сам хотел идти. Написано, помните, 70 он отправил, а призвал только 12. И вот он обращается к этим 12 и говорит, а вы не хотите уйти? вместе с ними. В другом Евангелии написано, что после этих слов от него там, по-моему, 5000 человек ушло. В другом Евангелии написано, 500 человек ушло. Смысл не в количестве людей, которые ушло. Смысл в том, что ученики, которые не были призваны, а пришли, потому что захотели, они вдруг развернулись и ушли, потому что они стали слышать что-то, что не совпадает с их мировоззрением. Получается, что придя к Иисусу Христу, в Божье Царство, в новую реальность, они принесли с собой какое-то свое личное мнение и пытались на основе этого личного мнения создать какое-то движение, мувемент какой-то. А Иисусу это было, ну, как бы, не нужно. Он не для этого пришел. Он пришел сюда, чтобы провозгласить Божье Царство, потому что он же говорит, что никто, кого Отец ко мне не направит, то есть должно быть какое-то распоряжение свыше. Есть Бог Вседержитель, который движет всеми нами. Если Он не положил нам на сердце прийти к Иисусу Христу, мы не можем прийти к Иисусу Христу. Иногда мы выходим, знаете, евангелизировать людей, а они не евангелизируются. Мы им говорим, проповедуем, Библию даем, листовки, проповеди даем, там слушать прославление, а они никак. Почему? Потому что Бог не хочет их спасти? Нет, хочет. Во-первых, Бог уважает наш выбор. Обратите внимание, Иисус здесь не бежал за ними и не кричал, эй, подождите, вы куда? Стойте. Вы не так все поняли, я вам сейчас расскажу. Нет, Он отпустил. Бог уважает наш выбор. Но с другой стороны, я знаю точно, что Бог, уважая наш выбор, желая нас спасти, ведь написано, что Христос за всех умер и за тех, кто уже сделал свой выбор. Бог-то точно знает наперед, у Него же нет ошибок, Он никогда не ошибается. Он знает начало, Он знает конец. Это у нас есть сегодня, завтра, послезавтра, а у Него нет, у Него все перед глазами. Он дает нам возможность выбрать, Он дает нам возможность отойти, Он дает нам возможность не принять, Он дает нам возможность не понять, Он дает нам возможность спросить и дает нам возможность искать. Вот 12 они искали Бога. Потому что Петр в ответ на то, на предложение отойти, говорит, смотрите, что очень внимательно слушайте. Он говорит, к кому нам идти? Слушайте, это говорит не просто какой-то там, знаете, отчаявшийся в жизни человек, которого ничего в жизни уже нету. И вот, наконец, пришел Иисус и его спас. Нет, у него в жизни вообще все было в шоколаде. У Петра все в жизни было в шоколаде. У него был дом, у него был бизнес, и у него было будущее. То есть он был рыбак, его дети будут рыбаками, и дети его детей будут рыбаками, и он оставит им лодку, и может быть не одну, и дом, и все. У него вообще все было хорошо. Ему вот это вот встать сейчас и пойти с Иисусом, ну, вообще в его планы не входило как бы. Но почему Иисус его призвал? Почему он пришел к Петру? Почему он не пришел к соседнюю лодку? Там же ведь был не один Петр, который рыбачил, правда? Там же были другие рыбаки, другие семьи. Почему он не пришел к Петру? Потому что когда Евангелие о чем-то рассказывает, оно нам дает какое-то пояснение. Впоследствии, когда мы читаем этот же эпизод, Петр и Андрей, по-моему, пришли к Нафанаилу и сказали, мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки. Они его искали. И в подтверждении этому в 11 главе послания к евреям написано, ищущим его воздает. И вот теперь смотрите, что он воздает. Написано, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ну, понятно, мы с вами не на языке, не на уроке русского языка и литературы, глаголы, прилагательные, там, где и причастие, и все такое, не это имеется в виду. Под словом глаголы, там идет в греческом языке слово, известное всем как рема. Да, есть логос, есть рема. Рема – это указание к действию. Это, ну, в современном языке, в греческом используется как глагол, но на самом деле это указание. То есть, делай или не делай. То есть, он говорит, у тебя все указания к вечной жизни. Вот то, что они имеют. Он не сказал, слушай, мы возле тебя, всегда сытые, мы всегда одетые, у нас есть где переночевать. Даже осленка возьмем у кого-нибудь, никто слова не скажет. Бесы поминуются имени. Он не это сказал. Он сказал, у тебя все указания к вечной жизни. Потому что, говорит, мы, дальше он объясняет, да, мы уверовали и познали, то есть, мы поняли. Теперь мы это знаем точно. Это не то, что мы верим, ну, или доверяем, а мы знаем, что ты святой Божий. То есть, он не сказал ему ничего другого. Он сказал, у тебя руководство к вечной жизни, потому что ты святой Божий. И вот с этим они ходили с ним три года. Ни с рыбами, ни с хлебами, ни с водой, которую он черпал из колодцев, ни с исцелениями, а с тем, что у него есть глаголы вечной жизни. И они, двенадцать этих человек, включая Иуду и Скариота, никуда не отошли. Они с ним остались. Потому что он их избрал. Почему он их избрал? Потому что Бог когда-то еще вложил в их сердца искать. Они искали, они нашли, они услышали, и они ходили с ним до последнего дня. Если мы с вами вернемся чуть-чуть назад, в том же Евангелие от Иоанна, 6 глава с 32 стиха, там написано. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Что значит истинный хлеб? Что питы, которые они ели, или мацу, которые они ели на Песах, это был не истинный хлеб для них. Был, конечно, истинный. Они его могли осязать, они могли им насытиться. Но, когда они ходили с Иисусом Христом, у них не всегда был истинный хлеб. Но они никогда не голодали. Дальше он объясняет. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». То есть, мы можем есть хлеб, произвращенный из земли. Бог создал эту землю, и на ней растет хлеб. И мы благословляем этот хлеб. Благословляем тебя, Господь, который создал хлеб из земли. Но он не дает нам вечной жизни, он дает нам пропитание на завтра, мы можем еще до завтрашнего утра дожить с этим хлебом. Помните вдова из Сарепты Сидонской? Она говорит, мы сейчас съедим последний кусок хлеба, который у меня есть, и умрем. Потому что, когда нет хлеба, вот этого вот из муки, мы не можем оставаться живы. Но тот, кто сходит с небес, написано, он дает нам жизнь вечную. Если мы им будем питаться, не в смысле, что есть его вплоть физическую, а насыщаться его словом. Помните, он говорит своим ученикам, у меня есть та еда, которую вы не можете есть. Не потому, что они не могут их физически есть, а потому, что они питаться ей пока еще не могут, они не умеют. Он их учил этому, как питаться. Но они ему сказали, Господи, так давай нам этот хлеб, такой всегда. Они все еще думают своими земными этими самыми мерками. Они еще пока не, ну, как это сказать, на современном языке, до них не доходит, что есть другой хлеб. И он говорит им, я есть хлеб жизни. Какой жизни? Ну, неземной однозначно. Его нельзя съесть, его нельзя поделить на всех и скушать по кусочкам. Приходящий ко мне не будет толкать. Что значит не будет толкать? То есть он не будет голоден, но не будет голоден не сейчас, в смысле физически, а в смысле в духовном плане он не будет голоден, он будет нас присыщаться всем, что есть. И дальше говорит, и верующий в меня не будет жаждать никогда. То есть ешьте меня и верьте в меня, и вы будете всегда без голода и без жажды. Помните, когда он сказал женщине-самаритянке, говорит, вода, которую я могу тебе дать, после нее ты не будешь жаждать никогда. И она тоже не поняла, но что-то там произошло, и она сказала, это Мессия. Не потому, что он выглядел там красиво, и у него нимб был над головой, или крылья сзади, или что там еще рисуют на иконах, а потому, что пришел Господь и сказал, это Мессия, и призвал ее ко Христу, а она была самаритянкой, не еврейкой. То есть, фактически, я думаю, что Иисус имел здесь в виду слово, которое он несет и которое сами себя представляет. Ведь вы помните, что когда мы читаем Писание, там написано, что на нем не было ни тени греха. Он был без порока. Соответственно, он был чистым словом. И если мы будем его принимать как Слово Божье, нам будет просто с ним ходить. Петр понимал, что идущий по указаниям, то есть, глаголам вечной жизни, это тот человек, который обретет вечную жизнь, и ему нельзя от него отходить. Хотя, и у него были заскоки, помните, там он, когда Иисус уже объявил, что нужно идти в Иерусалим, а иудеи недавно пытались его побить, Петр, он говорит, не вчера ли тебя собирались убить? Он говорит, собирались, да, нам нужно идти в Иерусалим, потому что нужно, чтобы меня арестовали, побили, убили. А они что ему сказали? Ну, пойдем, и мы с тобой вместе умрем. Ну, у них так вот. Они вот так понимали все. И нельзя было уходить от Иисуса Христа. Им, этим, 12-ти избранным, нельзя было уходить, потому что тогда бы они потеряли свое спасение. В этот день, когда от него ушли, у них все в жизни поменялось бы к худшему. И они это понимали прекрасно, поэтому они остались, включая Иуду Искариот, который сказал, Иисус сказал, но один из вас дьявол, да? Но мы-то понимаем слово дьявол, как сатана, а с греческого языка это переводится как доносчик, клеветник, сплетник. Он не имел в виду, что он сейчас обучает дьявола, как жить. У дьявола нет шансов покаяться. Но здесь имеется в виду не тот дьявол, который сатана, а тот дьявол, который человек, который диаболус, то есть он доносчик, он клеветник. Ученики, которые ходили с Иисусом и остались с ним, даже после этой странной речи, они все-таки учились с ним ходить. Они учились ходить с ним в безопасности. Потому что, помните, что Петр на всякий случай носил с собой меч. Помните, да? А у кого-то, наверное, там еще тоже ножичек в кармане лежал. Он на всякий случай, знаете, случаи-то бывают всякие. Но они все-таки учились ходить с ним в безопасности. Я не думаю, что у Петра были еще шансы или поводы достать меч из ножен. Кроме как там, в Ефсенанском саду, когда он увидел толпу народа с вилами, копьями, он уже не знал, что делать. Так он взял одному уху, отрубил на всякий случай, чтобы страшно было. Но Иисус это ухо обратно приделал, сказал, не, вы не того духа. Они учились и его именем знамение чудеса являть. Помните, они пришли к нему и сказали, вау, слушай, твоему имени даже бесы повинуются. Для Иисуса это было нормально. Понятно, что его имени бесы повинуются. Он бог. Но он говорит, не этому вы должны радоваться. То есть, что он этим словами говорит? Он говорит, вы ходите со мной, вы не можете стать богами. Это, кстати, то, что проповедуют сегодняшние некоторые религии, которые где там даже вот псевдо-христиане проповедуют, что каждый может стать богом. Будда, религия без бога, буддизм. Но человек, каждый, может стать таким, как Будда, то есть, достичь сверху совершенства. К этому надо стремиться. А Бог говорит, Иисус говорит, вы не можете стать богами, но вы можете жить вечно. Потому что ваше имя записано на небесах. И в какой-то день, когда я открою книги, где записаны ваши имена, все, кто там записан в воскресном, он говорит, в последний день всех воскрешу. Кто со мной? На каком-то этапе ученики с этим согласились. Они учились ходить с ним и не нуждаться ни в чем. Учились. Потому что когда он привел их на гору Благовещения, там, возле озера Кенера, возле Генезаревского озера, толпа народу сидит, поздно уже, они ему говорят, может ты отпустишь их уже? Пусть пойдут в супермаркет, купят себе что-нибудь там поесть, Макдональд, все такое. Тем более, идти до ближайшего города далеко, карантин, могут закрыть. Он говорит, а почему вы их не накормите, собственно? Они говорят, а чем? У нас вот тут пять хлебов, три рыбки. он промолчал, как бы он понимает, что они не понимают, о чем он говорит. Он берет, дайте сюда это все. Он берет, поднимает, не сам это все, он мог вот так сделать. И стало бы там, он берет просто и показывает им, что нужно делать с этим со всем. Вот так поднимает и благодарит Бога за то, что он приумножает все это. И на их глазах, мало того, что, сколько там было их, восемь тысяч, не считая женщин и детей, то есть порядка там, где-то 16 тысяч там было в общей сложности. Написано, и ели, и насытились, и разошлись, и еще восемь коробов насобирали после. Слушайте, для них это было новое, они этого не понимали, они учились ходить с Иисусом. Потом в следующий раз, когда следующая толпа собралась, у них уже не было вопросов, где он еду возьмет. Они ему просто ее принесли и сказали, на. То есть они уже знали, и мне надо в супермаркет бежать срочно и кейтеринг заказывать на восемь тысяч человек. Они учились ходить с ним, когда они поднимались на гору Тавор, и вдруг облако, вдруг голос, вдруг Илья, Моисей. Обратите внимание, они не шарахнулись оттуда и не убежали. Петр говорит, давайте тут эти шалашики построим, и никуда не пойдем. Так хорошо тут там быть всем. Для них это было, ну, представьте себе, вы ходите со своим учителем, вдруг вы заснули, просыпаетесь, тут опа, облако, голос, говорящий с неба, и вы понимаете, что это Бог говорит, да? Моисей, Илья, учитель в новой одежде. Как вы отреагируете на это? Вам тоже нужно учиться, было бы с ним ходить. Но были такие, которые не понимали. были даже такие, которые, оставшись даже с ним, оставшись с ним, не придя на одно служение, стали неверующим. Фома. На одно служение не пришел, на одно хрена, и уже неверующий. Иисусу пришлось ему говорить, ну, иди сюда, ну, положи, вот, сюда пальцы положи, и в раны мои руки вложи пальцы. И тот, тот не сказал, нет, я все понял, прости, нет, он вложил пальцы, потому что до последнего не верил. И когда увидел это, тогда пал на колени и сказал, о, Господь мой, Бог мой. Интересно, правда? И все это, все эти чудеса, и Петр, который рассказывал, что у тебя глаголы, глаголы вечной жизни, куда нам идти, вдруг говорит, пойду-ка я рыбу ловить. До этого ты что кушал? Нуждался ли ты в чем-нибудь? Нет. Зачем рыбу пошел ловить? За тем же самым, за чем он посмотрел вниз, когда Иисус ему сказал, выйди из лодки, иди ко мне. И он не на Бога смотрел в этот момент, а на воду, и начал тонуть. То же самое произошло в этот момент. Он вдруг понял, что запасы кончаются, надо пойти рыбу половить, и что, поймал? Нет. Почему? Потому что не к этому призван был. Сидел бы в Иерусалиме, никуда не ходил, и людей бы за собой не уводил, и все было бы у них. Потому что Иисус, написано, каждый день к ним приходил. И даже когда он пришел к ним на озеро Кенера, то они должны были его накормить там. И он говорит, есть ли у вас какая пища? А он говорит, нету. Он говорит, а у меня есть, садитесь и ешьте. Он не был рыбаком. Когда им не было чем заплатить налоги, он не сказал, ну что, давайте пойдем пару мешков с цементом разгрузим сейчас, заплатим налоги. Он же не сказал так. Он сказал, Петр, сходи, выдни там два динария, пожалуйста, изо рта рыбки, которые в сетях. Заплати за нас с тобой налоги. Ну, Петр уже к тому времени привык к этим странностям своего учителя. Пошел. Наверное, не верил, но два динария принес. И он не разгружал в это время цемент. То есть, нужно было людям с обычной земной психологией учиться жить в сверхъестественном. А теперь давайте перенесемся в наше время. Мы все, здесь все принимали Иисуса как Господа своего и Спасителя. Слава Богу. Знаете, в чем проблема современных людей? Я не говорю всех. Ну, вот, люди смотрят на церковь со стороны, да, почему в церкви некоторые растут, а некоторые не растут? С этого, собственно, сегодняшняя проповедь и начиналась, я об этом думал. и вот, что мне представилось как такое мое личное откровение. Бог хочет, чтобы мы ходили с Ним. Бог дает нам сверхъестественные возможности. Вернее, так, Он их нам не дает, Он их возвращает. Потому что Писание говорит, что мы созданы по Его образу и должны Ему уподобиться. И помазание это на нас есть. Есть, по факту, потому что написано в Писании, что всякий, кто уверует, подчеркиваю слово всякий, будет сопровождаться знамениями. Какими? Будут говорить иными языками. То есть, если вы говорите здесь на иврите, то вы уже подтверждение получили. Для вас иврит и иной язык. Будут, говорит, возлагать руки на больных и они им будет легче. Мертвых будут воскрешать. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Так написано? Написано всякий, не избранный, не тот, у которого, я не знаю, три машины, четыре дома. Всякий, верующий в Иисуса Христа будет сопровождаться такими знамениями. Так или нет? То есть, помазание на нас есть. Но почему в церкви не растут? Хотя, всякие верующие, потому что там верующих нет. Да это все ложь. Конечно, есть. В каждой церкви есть верующие. Без того, чтобы в церкви были верующие, ну, не ходили бы люди в церковь. Зачем туда ходить, если они не верят в то, что делают? Потому что привычка такая. Не верю. Не верю. Люди верят в Иисуса Христа и ходят в церковь, потому что они ходят служить Иисусу Христу. Точка. Теперь, почему церковь такая не растет или чудеса там не совершаются? Многие же претензии предъявляют. Ну, где ваши чудеса, где ваши знамения? И вот, какая мысль мне пришла сегодня в голову. Я верю, что это мысль от Бога. Подумайте над ней. Мы иногда используем помазание Иисуса Христа в личных целях. Мы пользуемся тем, что у нас есть сверхъестественное в личных целях. Мы в нашей жизни иногда имеем помазание, но не имеем присутствия Божьего. То есть, помазание есть, присутствие нет. И это беда не каждого из нас, это беда некоторых даже церквей, церквей, общин целых колоссальных. Где помазание есть, присутствия нет. Почему нет? Потому что написано отошли. Отошли, больше не ходили. Они все еще называли, обратите внимание, там ведь написано как, давайте вернемся. Тут написано, что многие из учеников с этого времени уже отошли от него и не ходили с ним. То есть, они все еще были учениками, но с ним не ходили. Что значит с ним не ходили? То есть, сегодня мы можем наставляться через интернет, скажем. А тогда интернета не было. Ну, или было, не везде. И как им наставляться? Они должны были быть в присутствии Божьем, чтобы наставляться. Сегодня, слава Богу, Иисус внутри нас есть, в каждом из нас. И он с нами говорит, мы сейчас об этом прочитаем. Но что-то происходит. И знаете, что происходит? Происходит следующее. Мы в проблеме, как и многие были тогда в проблеме. Помните, почему люди отходили? Обратите внимание, смотрите, это очень важный момент. Вот я хочу, чтобы вы вынесли сегодня в заслужение. Двенадцать вообще ни в чем не нуждались на момент призвания. Ну, то есть, вообще ни в чем от слова совсем. У них все в жизни было хорошо. И они и остались до последнего. Мы их знаем поименно. Мы знаем, кто чей сын. Мы знаем, кто где жил. Все остальные пришли к Иисусу, потому что нуждались в нем или в его чудесах. И мы их не знаем поименно. Ну, кроме тех двух, между которыми был в жребии потом, в горнице. То же самое происходит в нашей жизни. Люди приходят к Богу, потому что нуждаются в его знамениях, чудесах и исцелениях. И когда получают их, а вместе с ними помазание, Бог начинает теперь их исправлять. Он говорит, он же говорит, иди и впредь не греши. То есть, не делай так. Глаголы, помните? Не делай это. И наоборот, делай вот так, и делай вот так. А, подожди, а зачем? У меня же уже все хорошо. Я все еще верю в Иисуса. Я читаю, Отче наш, Иже Иси на небесе. Но в церковь не кажу. Библию не открываю. Мне так все хорошо. Но я ученик Иисуса Христа. У меня пароль. Пароль какой? Иисус Христос. Все. И все. И Слово Божие отходит от человека. Они все еще ученики. То есть, они призваны, да, они уверовали, да, у них есть дар вечной жизни, и да, но Иисус таких называет теплыми. Потому что они уже не нуждаются в нем. И он же говорит, он обличает людей, он говорит, вы потому за мной ходите, потому что видели чудеса исцеления. Вы не за тем, чтобы получить дар вечной жизни. И вот люди отходят от Иисуса и иногда целыми общинами отходят. Слово у нас таких нет. Но отходят. И там помазание-то есть, но мы же Божьи дети. Мы же уверовали, мы дары вот этих вот служений получили, помазание течет, а присутствия Божьего нет. И люди заблуждаются. И вот Иисус говорит, может и вы хотите отойти нам с вами? А мы говорим ему, куда? Вот вы же никуда не отошли, вы же здесь сидите. А могли бы отойти? Что, пережили же карантин, нормально, без церкви? Обошлись же? И я не Бог, просто стою и разговариваю с вами о Библии. Могли бы и не приходить, потом посмотреть в запись. Но вы же здесь, потому что вы хотите Божьего присутствия, потому что Иисус сказал, там где двое или трое собраны во имя мое, там я среди них, и он здесь сейчас. И не потому что я здесь стою, разговариваю или вы здесь сидите, любой верующий, который придет сюда ради имени Иисуса Христа, будет находиться в его присутствии, потому что он так сказал и так происходит. И с этим можно спорить, но оно так происходит. поэтому Петр Петр сказал, к кому нам еще идти, мы должны быть такими, как Петр, хотя мы и нуждаемся, мы все нуждаемся в его чудесах и знамениях, все, без исключения. Но помазание у нас есть, теперь нужно в присутствие войти. И сегодня мы должны учиться тому, как ходить с Иисусом Христом. Его сейчас физически с нами нет, мы не можем подойти к нему и сказать, Иисус, там это, нет, у нас вот здесь, он все нам уже дал, он всему нас научил и продолжает учить. Мы должны ходить с ним и не быть теплыми. Смотрите, в откровении Иоанна есть семь церквей, к которым обращается Иисус. И многие говорят, это не ко мне, это к церквям. Там написано, имеющий, так заканчивается третья глава, имеющий уши дослышит, что Бог говорит кому? Церквям. Это не мне. Простите. А ты не часть церкви? То есть, то, что говорят церквям, это не к тебе? И когда такие вещи Иисус говорит, ему говорят странные слова, он говорит, кто может слышать это? И уходят. И вы знаете, к шести церквям Иисус говорит, знаю дела твои, но немного имею против тебя. А к этой церкви он говорит следующее. Страшные слова на самом деле. Если мы их воспримем на свой счет, я думаю, что многое поменяется в нашей жизни. Откровение 3 глава 15 стиха. Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл и не горяч и не холоден, то изверган у тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Помните, получили свое. Все, исцеление есть, чудеса есть, знамения, все есть. Он говорит, ты богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и над. На самом деле, то, что мы имеем, получив благословение от Иисуса Христа, мы думаем, что вау, классно, я достиг этого, у меня получилось, у меня успех. И мы думаем, что мы все уже получили. Но он говорит, на самом деле, это розовые очки, ты на самом деле, написано, несчастен, жалок, нищ, слеп и над. А думаешь, что успешен и богат. И он ему говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. А дальше он говорит, почему он так говорит с ним, говорит, потому что, кого я люблю, тех обличаю, и наказываю. Наказываю. Говорит, Бог не наказывает, Иисус добрый, написано, обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Что значит покаяться? Покаяться, это сказать, простите, виноват, исправлюсь. Нет, это не покаяние, это исповедь, это поставить батюшку в курс дела. Покаяние, это развернуться спиной к тому месту, куда шел, и идти в сторону Бога. Он говорит, если не сделаешь этого, накажу. Накажу, говорит, и сдоргну тебя из уст моих. Это самое страшное наказание, которое только можно потерпеть от Бога. Потому что, когда наступит день, тот, когда все закончится, будет только два пути. в Божье присутствие или в Божье отсутствие. И если мы попадаем в Божье отсутствие, то самой страшной пыткой, которая там будет, это отсутствие Божьей любви. Ради которой мы здесь. И по причине которой мы здесь. Поэтому он говорит, покайся. Если ты до сих пор ходишь в церковь только потому, или даже не ходишь в церковь, потому что ты уже все получил и думаешь, что у тебя в жизни все хорошо, у тебя проблемы. И он говорит тебе сегодня следующие слова. Все стою у двери и стучу. Там используется слово круо в греческом языке. То есть на современном языке это слово обозначает настоящее, продолженное время. Знаете, что такое настоящее, продолженное? Это когда стучу без перерыва. Стучу. Постоянно стучу в двери. Если кто услышит, говорит, голос мой отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. То есть, если не услышу, мало того, что нужно услышать. Многие слышат, им стыдно, но они не открывают. Потому что сейчас придет и порядок наведет. Потому что он Господь. Он Господин моей жизни. Не хотят открывать. Немногие услышат. Из тех, кто услышит, немногие откроют. Но я просто хочу обратить внимание на то, что мы сегодня делаем в нашей жизни и на этом будем заканчивать. Мы добиваемся успехов. Мы ради этого живем. Мы хотим каких-то достижений в нашей жизни. Мы хотим улучшений в нашей жизни. Это нормально. Бог не призывал нас быть нищими и бедными. Это изобретение каких-то, я не знаю, там, сектантов. Бог не хочет, чтобы мы были нищими. Он наоборот говорит, я хочу, чтобы вы обретали богатство, но чтобы помнили Господа Бога твоего. Но когда мы обретаем это богатство, с нами происходит то же самое, что я говорил вам на прошлой неделе, что произошло с Петром. Он увидел улов и начал заниматься чем? Уловом. А вот Иоанн сказал ему, Петр, это не ты, это Господь на берегу. Вот здесь нужно, что если мы вдруг занялись уловом, чтобы у нас сработало, как у Петра, бросить этот улов и идти поблагодарить того, кто его дал. Потому что улов от нас никуда не денется. Помните, они же притащили весь улов на берег. Он никуда не денется, потому что это от Бога. Но когда мы начинаем заниматься уловом, Он становится нашим Богом. Потому что Бог это то, на что мы больше всего обращаем внимание в жизни. Бог это то, что стоит у нас в центре внимания. Вот это наш Бог. Нужно определиться сегодня, кто твой Бог. Потому что если мы будем смотреть на достижение наших рук, мы все это сделали не сами. С чего бы мы это все сами сделали? Это Бог нам дал. И чтобы с нами не произошло то, что произошло с Новохудоносором, там слова просто, я даже на арамейском их когда читаю, просто они меня прям как молотом по голове. Когда он вышел, Новохудоносор, вышел, посмотрел на свой город и говорит, о Вавилон, во всем величии твоем, не я ли создал это? И там написано, смотрите какая фраза, еще слова были во рту его. Во рту его были еще, он еще не произносил их до конца. Как отделили его от людей, он превратился в животное и ел траву и орошался росой. Мало того, что он ел как животное, написано, что его и разум покинул. И только по прошествии этих семи времен написано, я Новохудоносор, он говорит. То есть, изначально повествование шло от имени Даниила, а потом вдруг говорит, я Новохудоносор обратился к Богу и понял, что это он все делает, все дает. Языческий царь, который вот семь лет назад построил идола, которому все поклонялись, чуть трех людей не погубил там. И чтобы с нами этого не произошло, нам нужно понимать, кто Бог всего. И закончить хочу это словами Иисуса Навина 24 глава 15 стих, вы все их знаете, у многих даже даже у нас дома это висит на стене. Когда они пришли в землю обетованно, пришли, вошли полностью, весь Израиль перешел в реку Иордан, он сказал, если же не угодно вам служить Господу, он сказал всему народу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин учился ходить с Богом 40 лет. 40 лет он видел облачный стол, огненный стол, воду из скалы, перепело, манну, божий гнев на тех, кто роптал, он все видел. Он учился ходить с Богом 40 лет. У него было право заявить то, что он заявил. Единственная, пожалуй, заслуга, которую мы можем приписать только себе и больше никому, здесь нет заслуги Бога. Это то, что мы выбрали учиться ходить с Богом. Все остальное это от Него. Он уважает исключительно наш выбор. Или исключительно наш выбор он уважает и ценит его. И это все, что от нас требуется. И поэтому мы должны приложить усилия, чтобы научиться с Ним ходить. И тогда мы войдем в Царство Небесное. И это сказал Иисус. Нет. Он сказал от Иоанна до наших дней Царство Небесное усилием берется. Мы должны приложить к этому усилия. И за это я хочу, чтобы мы молились. Аллилуйя. Господь, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты в долготерпении обучаешь нас пониманию Твоей истины. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты в долготерпении даришь нам милость и обновляешь ее каждое утро. За то, что мы гневаем Тебя, но Ты все равно любишь нас и продолжаешь терпеливо, как любящий отец, работать с нашими сердцами. Господь, дай нам, как написано в Писании, хотение сделать этот выбор и делание, то есть стоять в этом выборе и никуда не отходить, учиться ходить с Тобой, видеть славу Твою, служить Тебе, потому что Ты Господь, а не потому что мы видели чудеса и знамения, чтобы мы в один день просто услышав что-то, что расходится с нашим пониманием, не отошли от Тебя, Господь. Мы хотим ни в чем не нуждаться, потому что мы с Тобой, а не потому что мы чего-то заслужили, Господь. Мы хотим оставаться в Твоем присутствии и только в этом присутствии Твое помазание пусть течет через нас. Реки воды живой, которые будут распространяться на каждого, кто будет соприкасаться с Тобой в нашем лице. Господь, мы хотим являть Тебя, мы хотим знать, что мы, мы хотим, чтобы все знали, что мы Твои ученики, потому что Ты с нами и мы в Тебе. Господь, мы благодарим Тебя сейчас за каждого, кто здесь, кто пришел ради имени Твоего суда. Сегодня, в эти нелегкие дни, когда он мог оставаться дома и смотреть все это в записи по привычке, я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня пришел сюда и учится ходить с Тобой. Господь, я благодарю Тебя за чудеса и знамения, которые Ты явишь еще в нашей жизни, потому что мы ходим с Тобой, Господь. И мы сегодня все в согласии избираем служить Тебе, Господь, не каким-то другим Богам, не ставить Тебя во главу угла, Господь. Будь прославлен и превознесен во всех веках и народах, Господь, потому что Ты, Творец неба и земли, и только Тебе вся слава. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Я сейчас, Иисус, провозглашаю имя Твое, которое Ты заведовал провозглашать на все общество Господне, чтобы оно было на нас, и благословение Твое было на нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Господь. Слава Господь. Слава Господь. Продолжение следует...